всем привет с вами как всегда мы lds и сегодня мы как и обещали подготовили для вас более подробный разбор старкрафта а быть точным последних великих дел которые натворили близарды в нем да всем привет и я забыл что нам надо говорить я думаю это стоит оставить ну да ладно скажу за тебя суть в том что мы решили составить собственное мнение и получилось так что у меня оно получилось очень большое я не думаю что он будет интересно смотреть если я буду три часа говорить а потом слушать телку особенности кто-то придет ради него а поэтому мое и мнение элла будет раздельно да так что для лентяев ссылки будут на мнение элла имени тебя в описании у тех кто пользуется аннотации тоже щелкайте переходите в зависимости на каком вы канале находитесь и выслушивайте полное мнение вот как то так приятного вам ребята просмотра ну что ж давайте уже начинать наверное и сегодня я вам расскажу о последних событиях blizzard и что они сотворили со старкрафтом данная информация действительно на время и момент выхода видео что будет после я не знаю но тем не менее что у нас имеется сейчас начнем с того что недавно как все вы уже знаете вышла заключительная часть из к 2 на следе пустоты кто не в курсе посмотрите наш прошлый обзор на игру в общем то здесь ну а мы поехали дальше первой темой для обсуждения станет новое дополнение но или dlc если вам так угодно для вышеупомянутой игры во время близкона компания blizzard объявила о выпуске дополнительных миссий но с участием новое она является второстепенным героем в основной компании с к 2 и появляется всего в паре миссий но при этом имеет довольно значительный вес у фанатов игры это новость всех очень обрадовала и дала надежду на нечто интересное все фанаты ждали когда же blizzard поделится информацией о новом дополнение и что в нем будет и вот наступила 1 декабря и появилась новость о возможности предзаказа комплекта нового секретная операция и тут у многих понеслось в общем говоря они создали 9 миссий при этом лично я не уверен что они допилили эти миссии до релизной версии но уже просят деньги за неизвестный контент подождите не пишите да слушайте да понятно что это будет стратегия чем-то напоминающая саму компанию со своими фишками и сюжетом но если брать лот в который я предзаказывал я знал что это последняя часть что она будет крутой хотя в итоге это оказалось не так но сейчас не об этом как и многие другие я отдал деньги не жалея о них и с нетерпением ждал 10 ноября что же касается этих миссий а к слову говоря их уже купил поэтому не надо мне тут типа денег не хватает и прочее нет я не об этом просто послушайте что за касается этих миссий они просят заплатить сейчас 900 рублей или по 450 рублей в момент выхода каждой главы что в плюсе является 1347 рублей вроде как у них на сайте указано именно столь нам дают в общем-то портреты новые новую модельку для призрака в ска 2 причем они утверждают что портреты вы получили только за предзаказ такое блин ощущение что они сделаны из золота кстати сам портрет похож на вырезку из старого ролика starcraft ghost только правда она выглядит даже старее по поводу самого пока нас ждет 9 миссий разделенных на 3 пока из трех мини компаний как я понимаю эти компании будут связывать только присутствие новые а сам сюжет каждый будет разный что примечательный выход первого пока намечен на первое полугодие и указана дата 19 июня 2016 года проще говоря они могут выпустить игру 18 числа и все равно не уложится в срок точная дата не сообщается что как по мне довольно неправильно ну да ладно в общем все эти три пака они обещают выпустить до 1 декабря 2016 года что мы имеем по игру сейчас вам дает скидку 450 рублей возможность получить драгоценный портрет как по мне тело наследия пустоты еще не остыло с нас уже трясут деньги с каких пор blizzard перешла на модную нынче систему dlc как по мне люди которые хорошо разбираются в редакторе карт могут и сами сделать миссии не хуже а то и лучше примеры таких творений мы можем наблюдать в торговом ряду из к 2 уж поверьте мне я знаю я там бывают часто впрочем если они сделают в компании какой-то интересный геймплей например нового заходит в здании наша камера перемещается на вид сбоку это было бы круто интересно главное необычно а так это просто контент сделанный из прошлых частей плюс скорее всего с наработками сюжета не вышедшего starcraft ghost а как то так лично я считаю что то что они нам дают на данный момент может и стоит этих денег но я в этом не очень уверен но знаете что это еще далеко не все ибо позднее 15 декабря 2015 года в блогах появилась новость о добавлении новых командиров совместный режим и вновь они порадовали всех игроков пока кто-то вдруг не увидел одну маленькую строчку новый командир каракс дается всем купишем starcraft lot а вот остальные героев мужа вскоре сможем купить за реальные денежки естественно после их официального релиза если в случае с компанией новый многие еще готовы были платить деньги так как контент отдельно разрабатывался студией хотя как я уже говорил ранее они могли взять наработки того же госта но все же они его разрабатывали и мы ничего о нем не знаем что же касается самой совместной кампании она сделана довольно неплохо но и тут есть но при создании миссии они использовали все что было в оригинальной игре никакого нового контента они не привносят возможно в будущем что-то изменится но на данный момент все печально да играть с другом в этот режим весело но не более того связи с чем я делаю вывод что мы получили вырезанный контент из игры новые герои которых добавят впоследствии опять-таки будут вырезаны из самой игры и мы их уже давно купили как пример тот же свон или загара они были еще в ход сей воли но их нам не дают бесплатно ибо для того чтобы их получить нам нужно купить наследие пустоты соответственно если они создают героя которого нет в компании или ведут персонажа из первого например старкрафта то за них еще имеет смысл платить а вот остальные имеющиеся в купленные уже нами игре должны идти бесплатно ибо блин но они как бы есть и вы просто делаете копипаст это не круто то есть я плачу дважды за одну и ту же хрень в заключение хочу сказать лишь печальную вещь по поводу старкрафта 2 и его дальнейшей судьбы в руках blizzard в голову приходят только одни печальные мысли ибо раньше мы имели отличную всеми любимую команду разработчиков сейчас же с каждым новым дополнением она становится хуже и если честно стал напоминать мне последний call of duty из разряда modern warfare перед тем как кидать говном в автора дослушайте до конца когда-то основой шел сюжет а мультиплеер шел в довесок причем многие игры даже в то время могли бы соревноваться в кинематографичности и закрученности этого самого сюжета аж про музыкальную составляющую я и вовсе молчу к слову что у близарда не отнять так это музыку тут им мало равных но опять-таки на одной музыке не выйдешь что касается нынешнего времени сейчас за основу берут именно кооператив я не скажу что это плохо если вы делаете игру сюжетом делать ее качественно они для галочки мол сюжет накидали за два дня и готова главное чтобы люди в онлайне были ибо киберспорт там все дела не знаю как остальные а лично я люблю компанию именно за отличный сюжет и его подачу они за онлайновые баталии я очень надеюсь что компания blizzard изменит свой курс в правильном направлении и сможет вновь радовать нас отличными играми а пока пока мы имеем то что имеем вот как то такое у нас ребята мнение надеюсь вы его выслушали надеюсь она вам понравилась и в любом случае оставляйте ваши комментарии как думаете вы что думаете вы справились ли blizzard с тем что они взяли вот такой вот процента у игроков или не справились за то что они сделали поддерживаете ли вы наше мнение или отрицаете нам важно знать его поэтому обязательно пишите в комментариях ваше мнение да и писать то вы конечно можете но пожалуйста будьте в рамках удозвольного потому что в прошлом подкасте некоторые выходили за эти рамки и приходилось награждать людьми банами на всю жизнь поэтому мы ждем надеемся да нам будет очень интересно почитать мы с вами естественно там поговорим и до следующих подкастов всем удачи и пока пока